Несмотря на то, что в Доме дружбы народов еще восстанавливают последствия пожара, мероприятия, объединяющие разные народы, не прекращаются. На этот раз у всех желающих была возможность познакомиться с узбекской культурой. В прошлом году в Узбекистане приготовили 8 тонн плова одновременно в одном большом казане. После этого мне пришлось такое мнение, чтобы организовать небольшое соревнование. Самым главным и интригующим было приготовление настоящего узбекского плова. И это не случайно, ведь плов является основным и очень распространенным блюдом в узбекской кухне. В Узбекистане плов – самое любимое и самое распространенное блюдо. Тяжелая пища, даже больные тоже могут кушать. От этого никому вреда нет. В Узбекистане любое мероприятие без плова не проходит. Многие хозяйки пытаются разгадать секреты его приготовления, пробуют разные рецепты, но не всем удается создать настоящий кулинарный шедевр. С нами поделились некоторыми секретами, которые помогут создать идеальный узбекский плов. В плове присутствуют два главных овоща – лук и морковь. Лук можно использовать репчатый, с морковью сложнее. В Средней Азии плов часто готовит желтую морковью, но в ее отсутствие подойдет и обычная оранжевая. Главное правило – не мельчить. Лук нарезается кольцами или полукольцами. Морковь брусочками толщиной примерно 5 мм. Если мелко нарезать овощи и мясо, то получится уже не плов, а рисовая каша. Говорят, асы в приготовлении национального блюда. Отдельным пунктом в плове являются приправы. Здесь пространство для эксперимента, конечно, внушительнее. И все-таки основные приправы – это чеснок и зира. И готовится такое блюдо около трех часов. После коропотливой работы в рамках Дня узбекской культуры состоялась дегустация получившегося плова. Сабина Вишневская, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска.